Я считаю, что мир вокруг нас меняется сильно, если детей от этого мира закрывать, то они в этом мире не выживут. Поэтому не давать ребенку современному iPad, не давать современному ребенку компьютер, не давать современному ребенку смартфон, это для него будет губительно. Это не означает, что они должны попадать полностью в его власть, нужно с этим как-то бороться. Но чтобы бороться с вирусом, нужно с этим вирусом встретиться, понимаете? Невозможно выработать иммунитет против гриппа, не заболев гриппом. Поэтому я вижу решение только одно, нужно пытаться контролировать эту ситуацию как-то, но ни в коем случае не запрещать и не убирать в сторону. Можно параллель провести, в свое время, когда мы, например, были маленькими, у нас появились телевизоры, вдруг неожиданно. У нас не было телевизоров, у моих родителей не было, точнее у моих родителей уже появился, у моих бабушек, дедушек не было. И была такая же история, вот ах ты, ах ты, смотрите, вот раньше дети бегали на улице консервной банкой и играли, а сейчас вдруг бабах, и у всех дома телевизоры, что делать? Не разрушит ли телевизор мозг человеческий до такой степени, что невозможно будет с людьми общаться вообще? Нет, не разрушил телевизор мозг человеческий. Вот точно так же и произойдет с интернетом, с игрушками. Все это пройдет некий бум, некий пик, безумие, скажем так, а потом вернется в бытовую сферу, и мы будем к этому относиться как к чему-то такому же обычному, как сегодня радиоприемник и телевизор. Спасибо. Спасибо. Спасибо.